Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы поговорим о словах Христа, которые вызывают очень часто недоуменные вопросы и смущения. В Евангелии от Матфея говорится о том, что невинная кровь, праведная кровь придет на вас. Та кровь, которая пролита на земле от крови Авеля до убитого Захарии. И тема пролитой крови, тема невинной крови страдающих праведников и насилия всегда будоражат наши умы. И очень важно в Евангелии найти правильный ответ и правильный ракурс, как относиться к тому насилию, которое окружает нас в жизни. И для этого нужно прочитать в контексте эти слова. Господь обращается к книжникам и фарисеям словами гневного обличения. Он говорит, И конечно, эти слова грозного обличения нужно видеть, как они произносятся в перспективе какой-то боли и сострадания в отношении города Иерусалима. После этих слов звучит плач над Иерусалимом. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побывающих посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не захотели. Все оставляется, вам дом ваш пуст. И эти слова грозного предостережения заканчиваются прекрасным обетованием. Не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне. Но прежде всего, последние слова, которые Христос обращает к книжникам и фарисеям и ко всем поколениям людей, которые отвергают Мессию. Однажды они воскликнут, благословен гряды во имя Господне. И о чем идет речь? Нам хотелось бы думать о том, что настанет момент какого-то покаяния, вдруг их глаза откроются, и тогда они примут Мессию, и в этот момент все станет на свои места. Но в действительности речь идет о втором пришествии Христа, пришествии во славе. В конце времен будет восстановлен храм, а до этого момента город Иерусалим, и храм останется пустым. Там перестанут приноситься жертву Богу, там будут установлены языческие капища, а потом вообще эта земля будет покинутой на долгое время. И этот образ того, что дом оставляется пуст до тех времен, пока Христос не вернется во славе. Здесь очень важно понимать, что евангелист Матфей сам, будучи иудеем и евреем по своему этническому происхождению, конечно же, не говорит о каких-то проклятиях в адрес своего народа. Здесь мы видим то, что наступят времена, когда христианская община вынуждена будет радикально отмежеваться от синагоги для того, чтобы открыть свои двери для языческих народов. Именно здесь евангелист Матфей передает весть Христа, весть гневного предупреждения народу, который не принял своего Христа, своего Мессию, своего Царя. Прежде всего мы видим, что Иисус Христос является здесь преемником Иоанна Крестителя. Точно так же, как Иоанн Креститель, его предтеча обличает парисеев, обличает духовных лидеров этого народа теми же самыми словами «змии», «порождение», «ехиднины», «гадюки». И, казалось, мера этой ненависти, обличения уже исполнилась. И против кого направлены эти слова? Очень часто эти слова используются для обоснования антисемитизма и вообще иррациональной, необъяснимой ненависти к этническим евреям. В действительности это слова обличения, обращенные к духовным лидерам, которые прекрасно понимают, что перед ними Мессия, но они ожесточили сердца свои, выносят Ему смертный приговор именно против этой ненависти, скорее политической, чем религиозной или этнической, направленные слова Христа. И очень важно в жизни не путать одно и другое. Христос не обличает и не проклинает народ как таковой, но обличает их духовных лидеров, которые не отвечают той миссии, которая им доверена. Приговор, который произносится в этих словах, находится в русле пророческой традиции. Точно так же пророк Иеремия предсказывает приближающееся разрушение Иерусалима. И это разрушение и будет моментом, когда невинная кровь, пролитая на земле, обернется судом, и город будет разрушен. Именно так нужно понимать эти слова. На вас падет невинная кровь. Очень часто по ошибке читатель может подумать, что это слова какого-то самопроклятия, потому что похожие слова произносят толпа, выкрикивает толпа у подножия Креста. Кровь его на нас и на сынах наших, на детях наших. И очень часто при поверхностном чтении кажется, что народ сам себя проклинает. В действительности эта фраза, заимствованная из юридического обихода, она означает только одно. Мы берем на себя ответственность за принятое решение. И прежде всего мы отвечаем перед Богом за тот приговор, который мы выносим. И тем, что мы ответственным образом принимаем этот приговор, будут наши дети. Таким образом, это не является неким проклятием, которое попадает на детей и на потомков, и на все грядущие поколения. Нет, это именно юридическая формула, которая говорит, мы понимаем, что мы делаем. И приговор, который мы выносим, мы выносим ответственным образом. И свидетелями тому, гарантами тому будут наши сыны. И как раз вот это трагическое наложение слов обличения Христа, которые не являются словами проклятия. Он ранен своей любви и пытается в последний момент пробудить совесть в своих недругах. Поэтому это слова не обличения как проклятие, но обличения как последней встряски для того, чтобы пробудить совесть. Именно в этом смысле их и нужно читать. Когда евангелист Матфей говорит о невинно пролитой крови, он имеет в виду не только приближающееся распятие Христа, но тоже и те гонения, которым будут подвергаться его ученики. Ученики, община Христа разделит ту же участь, ту же чашу, которую испил сам Христос. И вопрос о том, на ком будет невинная кровь, то есть кто возьмет на себя ответственность, мы видим в очень выразительном эпизоде, чуть позже в Евангелии от Матфея, когда речь идет о том, кто возьмет на себя ответственность и право вынести смертный приговор. Понятно, что этот приговор могут вынести только римляне, только они обладают этими юридическими полномочиями. И здесь возникает замешательство, потому что, начиная с жены Пилата, которая весьма обеспокоена дальнейшей судьбой этого праведника, потому что во сне она пострадала за него, и завершается красноречивым эпизодом, когда Пилат в присутствии всех людей умывает руки для того, чтобы сказать, что на нем нет ответственности за этот приговор, нам позволяет понять, что в действительности речь идет о какой-то юридической процедуре. Кто возьмет ответственность, кто берет полномочия вынести этот приговор. Иудеи перекладывают вину на римлян, римляне умывают руки. Таким образом, кто-то должен принять вину на себя. Но вину не в смысле, что кто-то должен в ответ на оказанное насилие претерпеть это насилие. Христос умирает добровольно. И невинная кровь, она именно потому и невинная, как и любая жертвенная кровь, это кровь, проливаемая с согласия, с молчаливого согласия. И поэтому жертвенный агнец – это то животное, которое выражает согласие и готовность пролить свою кровь во искупление многих. Наоборот, кровь, которая проливается в результате насилия, она никогда не может быть ни жертвенной, она не может быть невинной, она омрачена этим. И таким образом мы оказываемся в очень сложном понимании того, что есть искупление. Христос сам отдает свою жизнь, и кровь праведников, которая проливается, она никоим образе не требует отмщения. И поэтому, когда мы читаем эти слова, пусть они будут грозным предупреждением к нам. Если мы не покаемся, если мы не откроем свои сердца, то на нас лежит ответственность за ожесточение наших сердец. На портале экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сознаненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...